История баптистов В те времена никто понять не мог, что такое свобода совести. Папство, например, не мыслило себя без королевской власти. Королевская власть имела санкции, подобные государству Израиля. Там, помните, роль царя. Главными чертами государственной церкви были дедокрещенство и нормативное богословие. Нормативное тебе говорят, как ты должен верить. Это норма. Но баптисты, вы знаете, что по-настоящему, это, может быть, искажено иногда временем, обстоятельствами. Иногда, понимаете, церковь, которая вышла из гонений, вышла из-под давления преследований, преследования очень плохо сказываются на церкви. Страдает образование, страдает богословие, страдает церковь. Помимо страданий тюрем и таких страданий физических, очень большие потери идут в развитии образования, богословия и в развитии истории. Принцип такой баптизма, что у нас нет нормативного богословия. Мы можем дискутировать. Да, у нас есть, мы знаем, во что мы верим. Но вы понимаете ли, в Библии сказано, кто прибавит к Библии, кто убавит. Анафема тому, да? Но Библия не меняется, но наше понимание Библии, оно меняется. Вот, например, ведь это же в последние времена прочитали эти слова «идите, научите все народы». Понятие миссионерства, евангелизма, как обязательного, как непременно, без чего церкви нету. Ведь если церковь не проповедует вовне, она сама внутри теряет. Церковь никак не может быть клубом. Но эти мысли для нас новые, потому что мы были вынуждены, когда церкви закрывались в 1929 году, они закрывались с принципами, и, слушайте, чтобы не было церкви, пять требований выставили наше советское государство. Эти же требования выставили, когда было отделение. Это сатанинские принципы. Так вот, чтобы церковь отсутствовала, при том, что её не закрыли. Вот она открыта, но её нету. Эти принципы были. Первый принцип – это только исполнение, в общем, внутри церкви должны проходить все культовые дела. То есть проповедь, какие там обряды, какие внутри церкви. Не высовываться. Никакого миссионерства, никакой мангелизации. Понятно? Это первый был принцип. Второй – никакого милосердия, никаких тайных касс. Все денежки сюда открыты и государству. Вы поняли? Значит, слово милосердия было объявлено буржуазным словом. Исчезло в словарях. И чтобы не было работы с тремя группами людей. Ну-ка, угадайте. Дети. Дети. Молодёжь. Молодёжь. Женщины. Чтобы полностью закрыли дальше. Значит, если ты хочешь, чтобы у тебя была бурно растущая живая церковь, у тебя должна быть евангелизация, у тебя должно быть милосердие, у тебя должны быть дети, подростки, женщины. Понимаете? И поскольку это внушалось и 70 лет, то многие церкви это приняли как нормальный образ жизни. Имейте в виду это. Это привычка выработанная. История баптистов – это за свободу совести. И это то, чтобы баптисты добыли для себя и для всех других, кто после них. Ясно? Всех этим открытием мы благотворили. А теперь дальше следующий шаг. Надо осваивать это же богословие, которое наше собственное, мировое. История у нас – это то, чем вы готовитесь к тому, чтобы вы могли воспринимать богословские идеи. Потому что в церквах их еще в массе богословские идеи с большим трудом воспринимаются. Так, ну ладно. Все другие дониминации являются должниками баптистов, потому что они обеспечили свободу совести для всех. Это факт. История баптистов – это история почти непрерывных гонений. Потому что отделение церкви от государства воспринималось как анархия, мятеж. В общем, бандитизм какой-то. Вспомним, как относились и к первой свободной церкви на баптистов. Как их преследовали и топили. Баптисты приносили гонения и на континенте. А потом будем говорить про заселение Америки. Преследуемые на континенте, в Европе, бежали в Америку. Америка состалась из людей, туда гугеноты бежали, пуритане бежали. Сепаратисты бежали, и баптисты бежали. Так баптистов и в Америке не признавали. Вы понимаете, они признавали все динаминации, потому что баптисты были за отделение церкви от государства. А пуритане стремились свою цель, свое государство создать и подчинить. Там не было государства, а там старые пуритане. Они господствовали над новыми приехавшими. Тоже будем историю изучать их. И только благодаря неустанным усилиям граждане и Европы, и США свободно сейчас поклоняться Богу в соответствии с требованиями их совести, будь то баптисты, католики, евреи или еще кто-то. Мы признаем. Баптистское богословие многим обязано английскому сепаратизму. А сепаратизм родился в недрах какого движения? Пуританства. И есть общие черты сепаратистов и баптистов. Ну, вы знаете, что мы с вами об этом говорили, до чего дошли сепаратисты? Они дошли до понимания того, самое главное открытие сепаратистов, что члены церкви – это не все крещённые, но только те, кто, помните, треб показывал, сознательно посвятил следованию за Христом и служению ему. Сознательно посвящение и служение, то есть делать, трудиться для него. Потом дальше они рассматривали церковь как завещанное собрание, завет. Преопреломление – это свидетельство завета. Когда мы принимаем хлеб и вино, мы обновляем этот завет, мы вспоминаем об этом завете. Ну и это сепаратисты всё выработали. Служителями у сепаратистов были миряне, потому что сепаратисты вышли из государственной церкви. А священников-то нету, поэтому миряне были проповедниками, естественно. Это тоже мы восприняли. Ну и потом они очень близки были к крещению, но помните, почему остановились перед крещением? – Это вчера войны, да? – Да. – Это сепаратисты почему? – Да. Почему? – Ну это жребно получается. Может, или изменение мышления? – Так они уже так изменили мышление, уже больше некуда. – Потому что это выход. – Они боялись быть похожими на… – Ну страшно было баптистов. – Только поэтому. Джон Смит, пройдя путь осмысления паританства, значит… – Сбаратургом на путь. – Сбаратургом на путь. – Сбаратургом на путь. – И он безбоязненно подошёл к крещению. Джон Смит – очень храбрый человек. Он понимал, что Бог заключил завет. Завет – это тоже открытие было баптистов. Не с миром, а с церковью, с обществом святых. И сразу же возник вопрос. Кто такие святые? Он берёт слова. Мы читали, что Христос соделывался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением. Кто святые? Кто освящён Христом? Кто во Христе находится? Те святые. И только от Бога одного вы имеете жизнь. Я хочу обратить ваше внимание, как Павел тщательно избегает того, что Бог соделал. У него всегда через Христа. Во Христе. Христос, значит, только от Бога одного вы имеете жизнь. Дальше он пишет – через Иисуса Христа. Он явил нам Божий план спасения, сделал нас приемлемыми для Бога. Кто-то сказал – уберите Христа из Писаний, и вы имеете только ярость и гнев Божий. Поэтому всё время Бог во Христе. Бог через Христа. Помните это замечательное? «Так возлюбил Бог мир». Я жду, дальше будет написано. Он так возлюбил мир, что он решил всех простить. Да? И там написано, что дал Сына, что всякий верующий в Него имел жизнь весь. То есть не Бог. Но Он дал нам спасательный круг, и мы должны взять этот круг. Не взяли Тоним. Понимаете ли? Поэтому нельзя говорить, что Бог нас простил. Христос у нас стремляет за Христа. Да. Через Христа простил. Принимает нас Бог, нельзя говорить. Он принимает нас во Христе. Без Христа Он нас не принимает. Это хорошо всем понятно? Потому что люди очень охотно говорят. Бог милостив, Бог просит, Бог там ответит. Кто отвечает, кто нас слушает, кто ходатайствует, кто посредник вообще. Мы не можем прийти к Богу. Огонь поедающий. Он последний. Поэтому Христос – это центр всего благовестия, всей нашей веры. И Павел очень... Последите, почитайте Евангелие. Вы никогда не уйдете. Бог там что-то сделал. Бог сделал во Христе через Христа. Мир создавался Христом. Так. Крещение обливанием. Рассказывали. Отношения с... Вот... С минонитами. Расхождение. Отношение гражданской службы. К магистрату. Помните, да? Но Хельвис, который потом наследовал этому Джону Смиту и пошел другим путем... Джон Смит ведь серьезно обдумывал вопрос. А почему я сам крестился, а не принял крещение от минонитов, которые уже крещены библейским крещением? У него был серьезный вопрос. Вот. Хельвис сказал... Правильно ты сделал. Да. Что мы все-таки не минониты. А мы начинаем новое направление. Вот. Ну, и... Это убеждение потом стало выражаться. Но выражаться практически в делах баптистов. Но я хочу сказать, что Хельвис сказал о своем наставнике, о Джоне Смите. Мы все не стоили одного его мизинца. Осень высоко оценил Джона Смита. Баптисты с государством. Вот какие отношения к баптистам? Я имею в виду английских баптистов. Вы понимаете, когда мы говорим про русских, у нас очень много, конечно, различий от того, что у нас государство никогда не найдет и никуда не двигалось под влиянием кого бы то ни было на самодержавленное государство. То есть нельзя было убедить его. Ни православные не могли, ни мы не могли. Вот. А английские баптисты чувствуют свою ответственность за государство и побуждают своих членов к активному участию в политике, занятию постов в правительственных учреждениях. Они также уверены, что церковь в целом должна говорить пророческим голосом, критикую государство там, где оно не отвечает Божьим намерением и приветствую те направления деятельности, которые оказываются в согласии с Божьим Словом. Сейчас я на примере покажу это. К нам приезжали миссионеры и говорили, слушайте, вот ваше государство разрешило показ фильма «Иисус Христос». Разрешило. Вы благодарили за это государство? Нам в страшном сне такая мысль не приходила. Почему? Молиться за властью. Как благодарить? Но молиться давно. Написать письмо. Благодарим. Слава Богу. Будьте благословенны. У нас, чем только дальше, мы покажем фильм, и мы рады, как-то удалось пролезть, справиться. Быстрее скрыться. Нас спрашивали, наши заграничные братья, нас спрашивали, вы довольны какими-то действиями государства? Вот, например, они там, не знаю, какой пример привести, где-нибудь налоги снизили, ограничили 13%, а не больше. Но нам не приходит в голову благодарить их за это. Наши отношения, это как этот, Грибоедов выразил, минуй нас, пуще всех печали, и барский гнев, и барская любовь. Нам не нужно никаких отношений, потому что приблизишься к государству, глядишь, и окажешься совсем не там, где ты собирался быть. Я имею в виду даже не то, что тебя посадят, а ты будешь неправильно понят в обществу. А английские баптисты, они одобряют свое правительство, они ругают свое правительство, они говорят, это молодцы вы, а это зачем вы так сделали? И митинги, и демонстрации, и газеты, и пишут, и тот должен извиняться и отступать. Там, буш какой-нибудь, например. Поэтому здесь у нас, конечно, полный... Может у нас появляться. Так, ну, относительно так, Хельвис. Так, теперь слушайте, значит, это первое начало выразления баптизма, мы с вами читали, говорили об этом, да? Послушайте, теперь случилось, в 1648 году, Англия стала буржуазной республикой. Они изгнали короля своего, сняли короля, они коржнили короля своего и стала республикой. в 1648 году, вот как раз, когда 30-летняя война кончилась, буржуазной республикой. И во главе стал Кромвель, Кромвель, который был главой парламента. Это вообще такое отдельное же часть, это сказки. Как это короля? Как это уничтожить короля? А там ведь в Англии был король и был парламент. И парламент играл очень большую роль. И парламент мог не соглашаться с королем. И вот парламент его осудил, засудил. А король был Карл. Карл какой-то первый. Какой-то Карл. Нет, не пятый. А вот Карл второй вернется из-за границы, куда он убежит, его сын. И будет после Кромвеля опять Карл. Кромвель самый поставитель больше. Значит, это был лорд-протектор, глава парламента, победившего в своем противостоянии королю Карлу Первому. Страной стал править парламент. Послушайте, какие сказки. Парламент святых из одних конгрегационалистов. Сам Алиев Кромвель был конгрегационалистом. То есть короткое время в Англии правили протестанты. Во главе государства стояли Саэл Кромвель. Он пытался Кромвель править страною с Евангелием в руках. кажется, чудо какое. Но Господь сказал Кесарю Кесареву Божьей Богу. Нельзя. Не получается. Ты не... Парламент превратился в серию проповедей. Каждый выступающий не дело решал, не законы принимал, не проблемы решал, а проповедовал. Он был министром. Он не министром, он был главой государства и страны. Всей страны Кромвель. Томас Кромвель. Оливер Кромвель. Томас Кромвель это герой во время Елизаветы. Каждое заседание превращалось в богослужение. Все речи были проповедью. Хотелось создать царство святых на земле. Но это недолго было. Кромвель А? Жаль, телевидения не было. Андрей, нету таких планов больших. В общем, Кромвель распустил этот парламент святых и стал править единолично, без фокусов. Оливер Кромвель был крупнейшим конгрегационалистом и глубочайшим знатоком Библии. Он уверовал еще до всех этих историй. И послушайте, он собрал новую армию, создал. Их прозвали Железнобокии. Потому что Англия большая и в каких-то районах еще была власть короля и королевских ставленников. надо было всю армию завоевать. И в этой армии состояла из протестантов. И там было очень много баптистов. Баптистские офицеры, протестантские офицеры ни в чем лучше не проводили время, когда достигали, где останавливались, чем пение гимнов, поспевающих хвалу Богу. Представляете, армия какая. Там, где они останавливались, они сразу основывали церковь. И поэтому после всех этих событий очень много протестантских церквей было по всей Англии. И тогда это было золотое время для протестантов. Они были губернаторами, адмиралами, генералами. Ясно? Высокое положение занимали при Кромвеле. Джон Буньян так писал о 20-летнем правлении Кромвеле. 640-660 правлении. Это религиозное устройство было самым терпимым в Англии, честным усилием поднять духовный уровень народа. Главной заботой Кромвеле было, что его церковь имела нравственных и квалифицированных служителей. Поддержите ТВ-семинари молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинари.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари. Субтитры создавал DimaTorzok